МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это мы еще даже не поели чечевица. Мне очень нравится. Какая красота! Я обожаю эту комнату. Я потрясена. Ёлки-папа, приходите теперь ко мне в гости. Приезжайте, ребята, буду рада вас спеть. Это настоящий идеальный ремонт. Я иду по тихой улочке старого подмосковного дачного поселка писателей. Именно здесь, в Переделкино, уже давно живет замечательная актриса Зоя Николаевна Зелинская. Вы все ее помните и знаете. Это легендарная паня Тереза из кабачка «13 стульев». Гараж «13 стульев». Какой-то красный цвет, какой-то белый мебель. Гостиная для пани Терезы. Не просто оправданное название «Идеальный ремонт». По-моему, это просто что-то сверхидеальное. Футуристический ремонт на даче Зои Зелинской. Я боюсь, я все переделки, он будет и к вам обращаться, чтобы из гаража сделать такую красоту. Смотрите прямо сейчас. Вот с кем я мечтала подняться. А я с вами. Вы такой дорогой гость для всех нас. Да ну что вы, что вы. Невероятный просто. Послушайте, вот здесь живете. Да. Какой чудесный участок. А главное, место какое, Переделкино, легендарное. Здесь просто гнездо русской словесности. Это правда. И соседи, наверное, все писатели. Да, ну самый дорогой, конечно, и близкий сосед. И вот Роберт Рождественский. Ну у вас тут все улицы. И здесь была такая джава, и дом-музей Пастернака. Послушайте, получается, что вы здесь давно живете? Давно очень. Больше 40 лет. А дом? А дом. Здесь было очень много земли у меня. Но когда была перестройка, и умер муж, ну были люди, которые мечтали сюда поселиться. И я, в общем, половину этой земли отдала. Там был деревянный дом. И пришлось построить вот это строение. Ну, это крепкий новый дом. Да, конечно. Только я не знаю, почему же, что здесь нужно сделать? Это мечта, по-моему, любой женщины, хозяйки, которая не хочет, чтобы в доме был гараж. И главное, что вот гараж, который в результате превращается в такую свалку, вы знаете, ну такой ужас, с этим невозможно справиться. И поэтому, конечно, моя мечта, чтобы вот было в доме такое помещение, вот где бы можно было моему внуку, там его друзьям смотреть какие-то фильмы, слушать какую-то музыку, чтобы был какой-то... Да, мечта мы посмотрим. Давайте в таком случае. 60 лет Зоя Зелинская отдала театру сатиры. На его сцене она сыграла множество ролей. Но главной для нее стала роль на телевидении. Все началось с того, что ее мужа, режиссера Георгия Зелинского, попросили сделать юмористическую передачу. Взялся он за дело неохотно, а получился великолепный сериал «Кабачок-13 стульев», который шел много лет. Зою Николаевну до сих пор называют паней Терезой. Она по-прежнему образец элегантности и тонкого юмора. Женщина, которая не боится экспериментов. Зачем я вышла замуж за этого нелепого человека? За мной же ухаживали десятки мужчин. Они были умнее тебя, я думаю. Теперь я в этом просто уверен. Зоя Николаевна, ну это неплохой гараж, очень хороший. А почему же он вас как гараж не устраивает? Ну, он просто превращается постепенно в такую, знаете, свалку. Да, вижу. Это здесь просто неизбежно, это мучение. И, конечно, знаете, когда видишь такой гараж, который вы сделали Михайлову, то здесь... Да, это была хорошая гостинка. Да, да, это уже, знаете, это уже мечта просто любой актрисы иметь такое помещение, где... Здесь же переделки, здесь же масса гостей, знакомых людей, которые годами вместе живут, ходят друг к другу в гости. Дорогая Зоя Николаевна, я хочу поздравить вас с наступающим 8 марта в вашем лице. Поздравить всех женщин нашей страны с весенним замечательным праздником. Пожелать вам счастья, здоровья, удачи, успехов. Всего самого-самого наилучшего. С праздником вас. Да, это хорошие параметры, и есть возможность сделать окна огромные в сад. Да, да, это будет, конечно. Но надо только все смотреть, про отопление, про все на свете. Вы мне только выскажите, пожалуйста, свои пожелания по этой гостиной. Вот какого она должна быть стиля, что бы вы хотели в ней видеть? Мне кажется, что есть возможность здесь позволить себе такое смешение стилей, знаете, такой кич с каким-то хорошим тоном, да. Да, да. Какой-то красный цвет, с какой-то белой мебелью. Я вот завтра здесь разберусь, и приходите послезавтра. Нет, лучше завтра. Зоня Николаевна, задачу я поняла, мы будем думать и рассматривать все технические варианты, как преобразовать гараж в гостиную, опыт уже есть. Но вообще обычно мы стараемся исходить от индивидуальности психологии героя. Да, это я поняла по передачам, которые я вижу. Да, это правильный подход, абсолютно замечательный. Поэтому хотелось бы понять, как вот вы живете? Ну, я вас приглашаю к себе, у меня вот здесь вместе как совпало, здесь Переделкино, а там Патриаршие пруды на Малой Бронной. Тоже место легендарное, да. Такой очень интересный дом, и поэтому я бы очень хотела, чтобы вы посмотрели, и вам будет проще работать, и мне приятно вас видеть у себя в гостях очень. Спасибо, но поскольку я помню, что эта гостиная не только для Зои Николаевны, а прежде всего для нее и ее мальчиков, то, вероятно, мне обязательно нужно поставить ваш интерьер, чтобы в духе кабачка «Тринадцать стульев» сказать, как пани Тереза, чтобы мы так не делали, а сделали по-другому. Мы начинаем ремонт для народной артистки России Зои Зелинской. Выносим вещи. Это загородный дом в Переделкине. Сейчас это Новая Москва. Писательский поселок возник здесь в 1934 году по инициативе Максима Горького. В Переделкине жили Пастернак, Бабель, Ильф и Петров, а после войны Симонов, Вознесенский, Акуджава и многие другие деятели культуры. В общем, делать ремонт в таком месте большая ответственность. Да и сроки поджимают. Мы хотим успеть к 8 марта, чтобы Зоя Николаевна отпраздновала его в новой гостиной. Дорогие женщины, от всей души я вас поздравляю с вас. Вы мартом плачете только от большой любви и от большого счастья. Всегда вас сосудов вешу. Не без внутреннего трепета приступаем мы с Марией к работе над проектом для Зои Николаевны Зелинской. И вот этой прекрасной женщине нужно из гаража сделать гостиную. Ну давай рассказывай, что ты придумала? Я решила, так как помещение это все-таки бывший гараж, то стало понятно, что стилистика лофт нам очень подойдет. Помещение в принципе имеет практически форму идеального квадрата, но есть один нюанс. Здесь есть котельная, которая вот таким образом углом отделена от тех вещей. И еще такая маленькая дверь в нее ведет. И еще ведет в нее дверь. Для того, чтобы снивелировать вот данный угол котельной, можно эту стену отделать зеркалом, в которое будет в то же самое время отражаться окно, придавать нам А. пространство, и Б. светодополнительный. Плюс вместо окон сейчас, в данный момент, там гаражные ворота. Мы их будем демонтировать и делать окна в пол. Конечно, это логично. Основным акцентом будет настенное покрытие. Это фиброволокно. Надо сказать, что это абсолютно эмоционный материал. Он был создан итальянскими нашими коллегами после землетрясения 2012 года в регионе Эмилия-Румания. И этот материал армирует стены. Что это? Вот такая прекрасная цапля. Это рисунок прекрасной художницы Карен Кнор, которая провела в Индии достаточное количество времени и создала вот подобный декор по мотивам индийского эпоса. Давай начинать делать, и будем дальше обсуждать уже технические сложности, если они будут, с чем мы столкнемся. А с точки зрения эстетики, мне все нравится. Мы начинаем демонтаж. Прежде всего, снимаем старую плитку. Вообще, переделывать гараж непросто, но с такой задачей мы уже сталкивались в доме Александра Михайлова. Правда, там была проблема низкие потолки. Здесь высота 3,30, площадь гаража 35 метров. Он квадратный. Внутри есть лестница, которая чем-то напоминает ту знаменитую из кабачка 13 стульев. Так что пространство для творчества есть. Пока идут черновые работы, Наташа Борьбье отправляется в путешествие. Идеальный ремонт в Китае. За моей спиной самая высокая в мире буддистская статуя богини милосердия. Это остров Хайнань. Статуя стоит на насыпном островке в море, в том самом море, где добывают жемчуг и перламутр. Давайте посмотрим, что китайские мастера могут делать с жемчугом и перламутром. Китай – мировой лидер по производству жемчуга. В этой сфере занято более 400 тысяч китайцев. Жемчужная столица страны Хайнань. Ван Мэн, говорят, что жемчуг Южно-Китайского моря самый красивый. Его давно добывают? Да, уже больше 4 тысяч лет. Но еще мы были одними из первых, кто научился выращивать жемчуг. Это произошло 2 тысячи лет назад. Как его добывают сейчас? Или его выращивают? В основном выращивают. На специальных фермах растут раковины. Потом внутрь каждой раковины помещают песчинку. Вокруг нее образуется жемчужина. На это уходит от 4 до 10 лет. Пан Мэн, а покажите мне, пожалуйста, путь от раковины до уже готового изделия. Хорошо. Наш завод находится прямо здесь. Давайте посмотрим. Еще в недавнем прошлом продукция китайских жемчужных ферм направлялась на заводы в Гонконг и Японию. Но китайцы поставили цель – самостоятельно освоить качественную обработку, чтобы поручать ее местным фирмам. Этой цели они добились. Это раковины с наших ферм в Южно-Китайском море. Возможно, внутри есть жемчужины. Раковину открыть трудно. Требуется специальный нож. Взгляните, есть. Это морская жемчужина. Ой, это же надо разглядеть. Смотрите. Вот она внутри, в мякоти. Чтобы вырастить жемчужину до таких размеров, нужно 5 лет. Маленькая какая-то, маленькая, совсем небольшая. Она маленькая, но чтобы она выросла, понадобилось целых 5 лет. Поэтому жемчуг такой дорогой. Ну что, понесли драгоценную жемчужину. Здесь жемчужины сортируют по цвету, размеру и сиянию. Внутренняя перламутровая часть раковины тоже используется. Китайцы считают, что перламутр приносит удачу. А сами жемчужины дарят здоровье своему владельцу. Специально для героя программа «Идеальный ремонт». Далее в «Идеальном ремонте». Комната рассказывает об этой квартире практически все. Я когда увидела этот дом, я влюбилась в него сразу. Какая квартира, все скрипит. Сегодня мы делаем ремонт на даче Зои Зелинской. Зоя Николаевна попросила нас переделать гараж. Он давно превратился в склад ненужных вещей, а дома не хватает просторной гостиной. Мы решили, что вместо ворот появятся панорамные окна, а стены украсит инновационный материал. Демонтаж завершен. Начинаем готовить стены. Кирпич мы покрасим, но для панно стену нужно обшить гипсокартоном. Чтобы ровно выставить направляющие, мы должны убрать все выпирающие части кирпичей. Для отопления гостиной с панорамными окнами лучше всего подходят конвекторы, которые встраиваются в пол. А еще все нужно хорошо утеплить. Для этого на полу будет создан целый пирог. В качестве его основания мы взяли пенополистирол. Сверху сухая стяжка. Но каким будет финишное покрытие? Чтобы ответить на этот вопрос, отправляемся в архитектурное бюро. Маша, поскольку ты пришла не одна, я так понимаю, что с гаражом Зои Зелинской есть проблемы технические, да? Да, ну скажем так, особенности. Так как это все-таки гараж, он стоит без цоколя прямо на земле. Соответственно, у нас есть определенные опасения по поводу теплопроводности пола. Да, когда Маша обратилась в нашу компанию, мы сразу же соответствующим образом подобрали материал, который идеально, на мой взгляд, впишется в данный проект, потому что он именно имитирует бетонную плиту, грубую, ее фактуру. Производитель этого керамогранита известна испанская фабрика, которая специализируется именно на керамогранитах высокого качества. Что характеризует керамогранит? Это его повышенная износостойкость, его прочность, морозостойкость и невосприимчивость к различного рода химикатам. А это ваша такая цветовая палитра вот по этой плитке? И почему именно вот эта вот? И толщина чем характерна? Чтобы сказать несколько слов именно об этой коллекции, называется она Regeneration, то есть перерождение. Корнями эта коллекция уходит вот как раз в середину прошлого столетия, 50-60-х годов. Это именно имитация бетонных плит, которые использовались в английских доках как раз в середине прошлого века. И как мы видим, здесь представлена коллекция тремя цветами. Мы, соответственно, выбираем серый нейтральный цвет поверхности натурала. Это матовая поверхность. Толщина этой плитки будет 11 миллиметров. И еще, что немаловажно, будет крупный формат. В данном случае мы будем использовать формат 90-90 сантиметров. Ой, то есть это будут совсем большие. Большие плиты. Это хорошо. Ситифицированные, бесшовные. И кстати, дорогие телезрители, вот это ведь очень интересная тема. Если у вас есть гаражи, которые вам не нужны, а это бывает в жизни, мы не первый раз с этим сталкиваемся, зайдите на сайт arimond.tv и посмотрите, какой опыт уже имеем мы с переделыванием гаражей в жилые помещения. И может быть, вы найдете что-то для себя интересное. Дорогие наши женщины, девушки, поздравляем вас с 8 марта. Желаем, чтобы вы всегда были красивыми, обаятельными. Мы вас очень любим. Мы продолжаем работы. Стену зашиваем гипсокартоном. Но вначале нам пришлось ее отшлифовать, чтобы убрать все неровности. Затем мы установили направляющие. Наконец, смонтируем листы влагостойкого гипсокартона. Шпаклюем неровности и швы. Делаем стяжку из наливной смеси. Теперь кладем экструдированный пенополистирол, поверхность которого покрыта фольгой. Это идеальное основание для водяного теплого пола. Дело в том, что материал это очень прочный. И повреждение труб исключается. На листах уже есть разметка и желатки для труб. Так как мы переделываем гараж в гостиную, и при этом мы не должны использовать радиаторы, мы решили организовать систему отопления посредством водяного теплого пола. Водяной теплый пол является полноценной системой отопления. При этом обладает рядом ощутимых преимуществ. То есть нет загромождения стен, оконных пространств радиаторами. При этом вы получаете совершенно комфортное, полноценное тепло по всей площади помещения. И при этом еще экономите от 40 до 45% в энергоресурсах. Установка теплого пола в данном помещении происходит в несколько этапов. На первом этапе, в соответствии с чертежами, мы осуществляем укладку листового экструдированного пенополистирола с фольгированной поверхностью. Для равномерного распределения тепла мы сверху системы водяного теплого пола укладываем листы ЦСП. Они будут являться основанием для укладки плитки. Здесь мы использовали легкую настильную систему местостандартной, которая предусматривает 10-12 см бетонного основания, что позволило нам сохранить высоту потолков. Поверх системы водяного теплого пола мы кладем плиты ЦСП. Этот материал делают из стружки, цемента и химических добавок, которые нейтрализуют воздействие экстрактов древесины на цемент. Материал может использоваться даже для обшивки фасадов. И, наконец, финишное покрытие – керамогранит. Его дизайн повторяет полы в старинных английских доках. Вообще, автор проекта предложила некоторые элементы Стиве Лофт, ведь это бывший гараж. Ну а Наташа Борби тем временем приехала в гости к Зое Николаевне в ее городскую квартиру на Патриарших трудах. Ну что, какая у вас за ним интересная квартира? Практически от входной двери, от прихожей, и сразу появляется кухня без стенки. Наташенька, ну что здесь было, если бы вы знали? На кухне была дверь, в туалете была дверь, коморка была с каменной стеной. И что самое невероятное, что из ванной жена труба железная, замотанная проволокой, которая выходила на лестницу, потому что здесь стояла плита чугунная, которая топилась дровами. Это дом 20-х годов. Почему вы так стремились именно сюда, в этот дом? Вы понимаете, здесь я вот случайно узнала об этом, потому что педагог по пению, который преподавал у нас в театре, она жила в этом доме в соседнем подъезде. И я ходила к ней на уроки, не только я, а все другие. И я когда увидела этот дом, я влюбилась в него сразу. Говорите о любви, мне сегодня так радостно спали, так согреться же сердце злой. Дорогие женщины, я поздравляю вас с 8 марта. Я желаю вам любви, потому что любовь – это самое главное приключение в жизни. Комната рассказывает об этой квартире практически все. Это точно доходный дом 19 века. Да, да, да. Но самое примечательное в этом доме, что здесь жил Смирнов Сокольский, знаменитый человек, у которого библиотека невероятная совершенно. Она сейчас в Ленинке, со всем интерьером, с этими люстрами екатеринскими. А это была квартира какого-то дипломата по фамилии Рощин. Значит, они строили это все на свои деньги, причем платили государству золотом. Это был 20-й год, страна была нищая, золота не было. Они все возили из Германии, трубы какие-то металлические. Сейчас, когда люди сделают какие-то ремонты, я говорю, откуда у вас такой стояк? Я слышала, что из Германии. Слушайте, какая квартира, все скрипит. Вообще это просто прелесть, как кино. Я певица в прошлом. Вы, наверное, ничего не слышали никогда о Примадонне музыкального театра Ольге Метипаж. Сейчас бы сказали «Звезда». Зоня Николаевна, я, конечно, восхищаюсь вашим темпераментом. Спасибо. Я абсолютно уверена, что вы не можете сидеть без дела. И наверняка сейчас чем-то интересным занимаются. Наташенька, безусловно, конечно, это правда обязательно. Но давайте, может быть, соседи, когда узнали, что вы придете, и они сразу напекли пирогу, поэтому я прошу. Это от дома нашла. Очень хочу попасть. Да, да, да. Давайте борьемся за стол. Поздравляю всех женщин с этим великолепным праздником. 8 марта. Желаю вам здоровья, счастья и, самое главное, радости в нашей жизни. А ремонт на даче Зои Зелинской продолжается. Вместо гаражных ворот здесь появятся панорамные окна и стеклянные двери в сад. Мы выбрали двухкамерные стеклопакеты с поворотно-откидным механизмом. Балконные двери выполнены из немецкого профиля. Они ламинированы в глубокий бархатный темно-коричневый цвет с эффектом натурального дерева. Двери полностью стеклянные. Это расширяет пространство и пропускает в дом много солнечного света. Снаружи стекла покрыты антивандальной пленкой. Это прекрасная современная альтернатива решеткам. Такие пленки спокойно выдерживают удар молотком или железной арматурой. И, что очень важно, в отличие от решеток, не мешают покинуть дом в случае пожара. Далее в идеальном ремонте. Вот Алексей Николаевич Лучик создал этот театр, можно сказать, заново. Ну, естественно, на сцене работает одно удовольствие. Сколько стоит эта килька? Вот у вас как будто жизнь делится на два этапа. Успешная и замечательная театральная актриса. А потом появляется кабачок в 13 стульев. И так раз, и просто и всесоюзная слава, которая все-таки шире немного, чем театральная, потому что это телевизор. А как вообще получилось? Как вас туда выбрали? Ну, это мы все с моим мужем сочинили. И с редактурой, которая была очень хорошая. С вашим первым мужем, который... Зелинский делал. Режиссию фамилию я ношу. Вот он был заведующим труппой в нашем театре. И весь материал, который приходил в театр, все стекалось в это режиссерское управление. Благодаря вкусу, которому я всегда доверял моей бывшей жены, Зои Николаевны Зелинской, она фактически... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ...сделать мой муж, режиссер этой передачи. Hello, Dolly! В исполнении известного квартета в составе Данута, Рин, Богдана Чижевского, Терезы и Ладыка. Hello, Dolly! Well, hello! Оказалось, что это был польский журнал, который назывался «Шпильки». Они, поляки, люди ядовитые, с прекрасным юмором. Поскольку я человек поющий, и вот Георгий Васильевич Зелинский это знал, он говорит, что сцены для тебя нет, ты будешь певицей. Я была вначале певицей, потом у меня появился жених, такой молодой актер был такой у нас. А потом редактура заинтересовалась этим, и телевидение целиком тоже. И стали брать все эти журналы польские, чешские, венгерские, ГДРовские тогда была, Югославия. И оттуда все эти миниатюры, и оттуда пришли все эти имена. Ну, я выбрала польский, конечно, Терезу, Олю, Монику. Ну, а потом уже там пан Пузик, там пан Профессор. И вот началось все это дело, которое невозможно было потом остановить. То есть никто не снимался в кино, никто, потому что был Кабачок, и все. Режиссеру работать трудно будет, если он не влюблен в актера. Я тебе покажу, кто здесь настоящий мужчина. Убиваю! Ну вот хорошо, а после Кабачка продолжилась ваша театральная карьера, неужели вы сейчас еще продолжаете работать на сцене? Нет, ну, естественно, на сцене работать это одно удовольствие, конечно. Работаете? Ну, конечно, а как же? Какая ваша вот сейчас последняя, что вы играли? Последняя – это спектакль, посвященный 90-летию театра «Нам все еще смешно», который рассказывает о истории театра. Там такой очень трогательный момент, когда идет перечень корифеев, актеров, которые создали этот театр. Вот, и там у нас стихи были, Наташа Защипина. Ее говорится, очень хорошо все было. Я заслуженная артистка! Я принадлежу народу! Ну и тебя же тоже часть народа! Так ты имеешь свою часть! Кстати, вот эта книга лежит, где напечатали сейчас главы. Это журнал «На и берега». Да, это очень хороший журнал. Редактор попросил и сказал, можно ли напечатать. Это вот главы из книги, самое-самое начало. Мое детство, родители. Все, как оно начиналось. Первая цитата из поэта Иосифа Бродского. Да. «Человек, родившийся между культурой и жизнью нации. Это про меня и про все мое поколение». Да, да. Значит, вы продолжаете писать свои воспоминания. Уже, судя по первой фразе и по тому, что вы цитируете, я понимаю, что это будет не просто интересно, это будет еще очень умно и интеллектуально. Мы будем надеяться. А мы продолжаем, и я надеюсь, в скором времени заканчиваем ваш ремонт и увидим результат. Ой, как это интересно. Как это интересно. Как я хочу это увидеть. Вы себе не представляете. Осталось подождать совсем чуть-чуть. Я хочу пожелать нашим дорогим женщинам, конечно, любви. Потому что любовь – это основа. И я хочу пожелать вам слез, много слез, но слез радости. Мы продолжаем ремонт. Раньше в этой части гаража прямо на стенах были закреплены электрические провода. Мы решили спрятать их, установив противопожарные люки, выполненные из алюминиевого профиля и влагостойкого гипсокартона. Но прежде наш электрик собрал щитки. Теперь все будет безопасно и красиво. Модель люстры называется «Диаманты» в переводе с итальянского «бриллиант». Она имеет форму узла, связанного из ленты, которая выполнена из хрустальных страз. Городская квартира Зои Зелинской находится на Патриарших прудах, недалеко от Театра Сатиры. И мы попросили Зою Николаевну провести для нас экскурсию по любимому театру. Играть в нем она начала в 1954 году, правда, когда театр находился на Малой Бронной. В 50-е годы восходила звезда режиссера Валентина Плучика. Его спектакли буквально потрясли Москву. Прежде всего, это, конечно, были пьесы Маяковского. Это был такой удар, где эти бюрократы, мещанство было высмоено совершенно осень. Лихо и с, конечно, ролями великолепными и актерскими прекрасными работами. Потом был клоп. Но это было еще того пуще, еще мощнее. Все началось с газетчицей, где я говорила, «Кормление экспонатов, незабываемая картина. Берите дозы алкоголя и никотина». Потом я сыграла «Посаженную мать». А потом уж я играла Розанне Павловой очередной постановке. Это был «Непф». Там были продавцы на сцене. Сколько стоит эта килька? Эта осетрина, мадам, стоит 2,60. 2,60 за этого шпрота-переростка? 2,60, мадам, за этого кандидата в осетрины. Я помню, что последняя премьера на «Малой Брунной» это был спектакль «Дом, где разбиваются сердца». Психологическая, сложная пьеса, где есть все. Есть любовь, есть высокая нравственность, есть разговор о войне, есть прекрасные роли. И он угадал. Это был последний удар, мощный. После чего уже сомнения у нашего руководства города не осталось. Театр любимые трупы, блестящие совершенно. Имена, конечно, незабываемые. Старые сатиры – это Хенкин, это Поль, это Курихин, Лвестник, Папанов, потом молодые актеры, пришедшие уже позже, и Миронов, и Александр Белявский. Да все это было совершенно блестяще. Поэтому ощущать себя человеком, который полностью сделал что-то, работал много, и было интересно, и это было счастье. Знаете, как говорят, надо построить дом, посадить дерево и родить сына. Ну вот я вроде все это сделала. Я благодарен своей судьбе, благодарен вам за то, что вы мне предоставили такую возможность общаться с вами, находиться с вами в одних стенах нашего прославленного Московского академического театра сатиры. Такое обаяние ваше меня просто восхищает. Вы настоящий мастер, вы настоящая большая актриса. Ремонт выходит на финишную прямую. Стены в этой части гостиной будут покрыты особым материалом на основе фиброволокна. Фиброволокно давно используют для армирования, но в качестве декоративного покрытия его стали применять только несколько лет назад. Материал влагостойкий, огнеупорный, он не боится царапин или других повреждений. На обоих работа замечательного немецкого фотографа Карен Кнор из серии «Песни Индии». Выступ котельной мы решили оформить зеркалами, их центральная часть с фацетом. Таким образом создается удивительный эффект зеркала в зеркале. Появится в этой гостиной еще одна интересная деталь. Ее мы решили сделать сами. Следуя стилистике фильма «Дольче Литта», который вдохновил меня на данный проект, я решила декорировать комод с помощью материала, который разработали наши итальянские друзья после землетрясения в регионе Миле-Романе несколько лет назад. Материал создан по технологии Q-Decor с фиброволокна и обладает огнеупорными, влагостойкими, антивандальными свойствами и абсолютно экологически чистой. Сначала мы наносим гурнтовку и даем ей высохнуть в течение получаса. Далее мы наносим первый слой клея и также даем ему высохнуть в течение получаса. На высохший слой клея мы укладываем наш материал. И затем мы снова покрываем наш материал тонким слоем клея. Даем высохнуть в течение полутора часов и затем тонким слоем наносим специальное защитное покрытие. Я уверена, что этот комод идеально впишется в наш интерьер. А готовый вариант вы увидите совсем скоро. Дизайнер вдохновил черно-белый фильм Федерико Феллини «Дольче Витта», о светской жизни Рима в 50-е годы. Окном в сладкую жизнь можно было назвать и наш кабачок «13 стульев», кстати, тоже черно-белый. Именно потому для гостиной выбран такой графичный дизайн. Конечно, создание итальянского палацца в бывшем гараже несет элемент иронии, поэтому стиль «Дольче Витта» соседствует здесь с приметами лофта. Для покраски колонны из полиуретана и кирпичных стен мы выбрали цвет «вереск». При разном освещении он меняет оттенки от серого до слегка лилового. А Зоя Зелинская решила показать нам святая святых своей театральной жизни. Да, гримерная комната, гримерка актерская. Это самое укромное место, где можно готовиться к спектаклю, где можно хранить свои вещи какие-то дорогие, в плане там афишек, как воспоминания, фотографии какие-то дорогие. Старые афиши в спектакле «Домоклов меч», который был, конечно, для театра очень важным событием. Вот Валентин Николаевич Плучик, художный руководитель театра, который создал этот театр, можно сказать, заново, потому что это был милый театр. Милый, но он не был такой значимый, не был такой плёский, не был такой мощный. Он не был такой сатирический театр, потому что театр-сатира – это трудное дело. Это надо этот корабль уметь вести, вынести все эти битвы за спектакли, которые снимали на несколько лет, не давали, самоубийцу снимали. Это было всё трудно. Но вот он выдержал, выстоял. И мы с ним рядом были все, конечно, дружные группы. Ах, вы шкура! Вы эдакая! Извиняюсь за выражение. Это как же такое? Помилуйте Александру Петровичу! И зачем это Александру Петровичу набиваетесь? Мы здесь лежим в глубоком трауре, беседуем о покойнице, а вы дверь в это время хотите выламывать. Дорогие женщины, поздравляю вас с самым светлым, самым добрым и самым, наверное, главным праздником вашей жизни – с праздником 8 марта. Я надеюсь, что все мужчины будут в этот день самые ласковые, самые добрые, самые отзывчивые. И счастья вам, любви и здоровья. Ремонт в доме Зои Зелинской завершается. Мы обновили перила лестницы. Поручни покрашены в антрацитовый цвет, так же, как высокие напольные плинтусы и потолочные карнизы. Шторы в комнате будут двух видов. Римские шторы мы вешаем очень высоко. Это позволит создать иллюзию окон в потолок. Цвет ткани называется лимонный сорбет. Лестницу и технический шкаф отделяем портьерами такого же цвета. Они придадут комнате уют. Комод мы оформили с помощью фиброволокна. Кресла хозяйские. Мы обили их бархатом цвета неотбеленного шелка, экрю и бирюзы. Торшер минималистичный графитового цвета. Он создает камерную атмосферу. Ковер шелк с вискозой по стилю восточный. Так мы поддержали индийскую тему настенного панно. Еще несколько интересных аксессуаров, а также подушки цвета бирюзы и малиновых леденцов. Столик из металла и стекла. Его нижнюю полку дизайнер оформила фиброволокном, также для поддержки панно. Жемчужный медведь – подарок из Китая. Далее в идеальном ремонте. Заходите, пожалуйста. Мы преобразовали абсолютно негодящееся для жизни пространство. Я приехала не одна, у нас сейчас будет еще гость. Сегодня мы делаем ремонт для Зои Зелинской. Она мечтает, чтобы ее гараж на даче превратился в модную гостиную. Дизайнер разработала проект, в котором объединила стиль лофт и напоминание о фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь». А Зоя Николаевна провела для нас экскурсию по Театру Сатиры. Мы заканчиваем оформление гостиной. Ставим два дивана лаконичной формы, обитые бархатом и крю. На них кладем малиновые подушки-леденцы, напоминание о сладкой жизни. Ковер из шелка и вискозы. Он перекликается с панно на стене. Возле диванов дизайнерский биокамин. Модель называется «Бабл», в переводе с английского «пузырь». Живое пламя в сочетании со стеклянным цилиндром и необычной формой камина сразу привлекает внимание. Топка с керамическими волокнами. Объем горелки полтора литра. Этого хватает на четыре часа. Афиши из коллекции Зои Зелинской винтажные. В этом проекте дизайнер вдохновлялась черно-белыми фильмами 60-х, а также кабачком «13 стульев». Но, конечно, главной музой стала хозяйка дома. Это очень красивая женщина с великолепным чувством юмора и огромным жизнелюбием. Она была иконой стиля в 50-е и 60-е. Она остается образцом для подорожания и в наше время. Ремонт завершен. Ой, чудо какое-то прям. Что же там такое дальше-то будет? У нее фигурка, как цифра 8. Такая стройная, красивая. Зоинька, ты достойна очень хорошей переделки гаража в апартаментах. С праздником, Зоинька! Зоя Николаевна, прошу вас. Заходите, пожалуйста. Добрый день, Наташенька. Если бы вас не было здесь, я бы просто думала, что я не попала не туда. Это другой дом. Это немного другой дом. Да, это немного другой дом. Это тот самый момент, когда не просто оправдано название «Идеальный ремонт». По-моему, это просто что-то сверхидеальное. Это очень интересная технология, которую сделала Мария Кожевникова, придумала для вас. Это ткань специальная такая, на которую можно напечатать рисунок, тщательно подобранный по пропорциям. И даже для вас специально сделали вот такую вот консоль. Ой, какая красота. А я вошла, еще даже этого не было. Наташа, можно это потрогать? Это можно трогать, это можно мыть, это можно делать все, что угодно. Это красота совершенно неописуемая. Настолько тонкая, так изящная, так радостно, так светло. Я думаю, что этот ремонт принесет вам еще больше радости. И спасибо каналу, ребятам, которыми этим делом занимаются. Спасибо большое, что вы делаете такое хорошее дело. Спасибо большое. В сущности мы преобразовали абсолютно негодящееся для жизни пространство. И для этого здесь сделаны теплые полы. Вот под этой плиткой цементной, которая имитирует цементный пол, есть еще конвекторные батареи, которые гонят теплый воздух. Ну и, конечно, вот мы распахнули эту стену. Ну, это просто что-то невероятно. Я когда подъехала, я думала, что я ошиблась адресом. Ну, это, конечно, главное. Здесь прекрасные стоят стеклопакеты. И прочные, и абсолютно сохраняющие тепло. И имеющие разные системы, режимы открывания, чтобы можно было проветрить. Ну, и выйти в сад и во двор. Я боюсь, теперь все переделки будут к вам обращаться, чтобы из гаража сделать такую красоту. А узнаете ли вы свою мебель? Ведь это ваша старая мебель, которая была найдена в кладовке. Вы собирались ее выкидывать вместе с этими двумя прекрасными диванами. И мы решили просто их переделать. Формы-то какие стильные модные. Да, формы стильные совершенно. Но это просто, конечно, образец такой старой Англии вот с этими штуками. А мода возвращается, и все теперь совершенно так же актуально. Дорогая Зоя Николаевна, я вас очень люблю. Вы удивительные, нежные, трогательные, восхитительные женщины. Поздравляю вас с ремонтом. Бывший, как говорят, гараж, теперь у вас уже гостиная. Чтобы у вас там приходили гости, в эту гостиную собирались, чтобы у вас было весело, интересно. Были прекрасные разговоры, хорошие воспоминания. Будьте здоровы, будьте счастливы. С ремонтом вас и всех-всех в лад. Вот здесь все детали подобраны так, чтобы они не выпирали, но они все друг с другом рифмуются. Вот орнамент на ковре, кстати, это замечательные ковры, шелк с вискозой. Они и удобные, мягкие на ощупь, такие тактильные, приятные. И они очень антивандальные, с ними можно делать все, что угодно. И здесь и цвета, и оттенки цветов, и коричневый с серым. Все совпадает с тем, что уже фигурирует в самом интерьере. Вот молдинги темно-коричневого цвета, вот эти такие фальш-колонны, которые скрывают углы, убирают у нас углы, закрывают. Их дают одновременно такой легкий классический намек. И те шторы, которыми мы с одной стороны закрыли бойлерную, и там вся электрика убрана, тоже заодно из портьер. Просто чтобы, учитывая, что это бывший гараж, все это как-то в глаза не бросалось. Наташенька, и одно яркое пятно. Это шарш вообще, его печатали везде и всюду. Но правда он был черно-белый, а художник сделал это в красном. Это единственный красный акцент, который просто как красная помада у вас. Он замечательно работает. Я бы оглянулась, он замечательно вот работает, просто замечательно. Больше, мне кажется, у меня для вас нет сюрпризов, кроме одного. Я приехала не одна, у нас сейчас будет еще гость. Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником 8 марта, с Международным женским днем. Пусть в вашей жизни всегда будет море цветов, счастья, и, конечно же, тот самый настоящий мужчина, который сделает вам идеальный ремонт. Прошу. Андрюша, мой дорогой, мой любимый мальчик. Спасибо, мой дорогой. Спасибо. Андрюша, я прям хотела, чтобы вы поддержали нас, потому что мы показывали Зоя Николаевне новый интерьер. Она не просила этого, мы угадывали, мы догадывались. И я хочу знать, нравится ли вам. Да, мне очень нравится, особенно вот эта фреска в итальянском стиле с цаплей. С цаплей, мне тоже цаплей нравится, да, Андрюш, как мне, очень нравится. А вот ты посмотри, что здесь еще есть, Андрюш. Это вообще какое-то чудо. Это трудно себе представить, что это может быть камин. А тем не менее, это камин и живой огонь. Зоя Николаевна, дорогая, я очень рад, что вот эти фантастические, удивительные волшебники, которые сотворили вам, наверное, какое-то чудо, потому что, судя по всем программам, которые я вижу, идеальный ремонт – это что-то такое удивительное, что-то фантастическое. Я вас поздравляю с праздником 8 марта, счастья вам, любви, весны, хорошего настроения и долгой жизни. Мы были в Китае, там, где собирают жемчуга, и жемчуга делают много-много всего интересного, в частности, для дома. И вот этот вот чудесный жемчужный медвежонок, пусть стоит, он смешной, очень милый, и весь сделан из разного жемчуга. Розового, просто такого классического. По-моему, мило. По-моему, чудно. Спасибо огромнейшее, спасибо просто. И актерское, и человеческое, и женское. Спасибо. Низко кланяюсь всем. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин, дорогие и милые. Все, что мы делаем, мужики, в этой жизни, мы делаем, конечно, ради вас. Будем это делать всегда. Хочется сказать огромнейшее спасибо за такую радость, которую я сегодня испытала. Спасибо. Огромнейшее спасибо идеальному ремонту. Фирма Томас дарит вам компактный 3D-пылесос нового поколения Томас XT с системой Аквабокс. Новый Томас XT легко использовать и легко мыть. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Конкурс декора стола к 8 марта Остались последние дни Вы еще успеете поучаствовать и выиграть Не виновата я Ремонт сам пришел Я так рада, это я Королевство для королевы Если вы это сделаете Я вас расцелую Новая комната Светланы Светличной То, что сделано сегодня Я думаю, что это начнется Новая страница моей жизни в доме Смотрите через неделю Идеальный ремонт Мой принцип Доверять профессионалам Чтобы можно было где попариться Чтобы все-таки Были теплые тона И дедушкин дух остался И современность Понимаю Мне нужна эстетика Чтобы все было удобно Так хорошо Это мы еще даже не поняли Мне очень нравится Какая красота Я обожаю эту комнату Я потрясена Приходите теперь ко мне в гости Приезжайте, ребята Буду рада вас видеть Это настоящий Идеальный ремонт Я иду по тихой улочке Старого подмосковного Дачного поселка писателей Именно здесь, в Переделкино Уже давно живет Замечательная актриса Зоя Николаевна Зелинская Вы все ее помните И знаете Это легендарная Паня Тереза Из кабачка 13 стульев Гараж 13 стульев Какой-то красный цвет С какой-то белой мебелью Гостиная Для пани Терезы Не просто оправданное название Идеальный ремонт По-моему, это Просто что-то сверхидеальное Футуристический ремонт На даче Зоя Зелинской Я боюсь Теперь все переделки Будет к вам Обращаться Чтобы из гаража Сделать такую красоту Смотрите прямо сейчас Вот с кем я мечтала Подготовить А я с вами Вы такой дорогой гость Для всех Да ну что вы Невероятный просто Послушайте Вот здесь живете Да Какой чудесный участок А главное место какое Переделкино Легендарное Здесь просто Гнездо русской словесности Это правда И соседи, наверное, все писатели Да Ну самый дорогой Конечно И близкий сосед Вот Роберт Рождественский Ну у вас тут все улицы И здесь была такая Джава И дом Музей Пастернака Послушайте Получается, что вы здесь Давно живете? Давно очень Больше 40 лет А дом? А дом Здесь было очень много земли У меня Ну когда была перестройка И умер муж Ну были люди Которые мечтали Сюда поселиться И я очень половину этой земли отдала Там был деревянный дом И пришлось вот построить Вот это строение Ну это крепкий новый дом Да, конечно Только я не знаю Почему же Что здесь нужно сделать? Это мечта По-моему Любой женщины Коцейки Которая Не хочет Чтобы в доме был гараж И главное Что вот гараж Который в результате Превращается В такую свалку Вы знаете Ну такой ужас С этим невозможно справиться И поэтому, конечно Моя мечта Чтобы вот Было в доме Такое помещение Вот где бы Можно было моему внуку Там его друзьям Смотреть какие-то фильмы Слушать какую-то музыку Чтобы был какой-то Так вы хотите Чтобы мы сделали гараж Да Мечта Давайте мы посмотрим Давайте В таком случае 60 лет Зоя Зелинская Отдала театру сатиры На его сцене Она сыграла множество ролей Но главной для нее Стала роль на телевидении Все началось с того Что ее мужа Режиссера Георгия Зелинского Попросили сделать Юмористическую передачу Взялся он за дело Неохотно А получился Великолепный сериал Кабачок 13 стульев Который шел много лет Зою Николаевну До сих пор называют Паней Терезой Она по-прежнему Образец элегантности И тонкого юмора Женщина Которая не боится Экспериментов Зачем я вышла замуж За этого нелепого человека За мной же ухаживали Десятки мужчин Они были умнее тебя Я думаю Теперь я в это просто уверен Юмористик Женя Николаевна Ну это неплохой гараж Очень хороший А почему же он Вас как гараж не устраивает? Ну он просто превращается Постепенно В такую знаете Свалку Да, вижу Здесь просто неизбежно Это мучение И конечно Знаете Когда видишь такой гараж Который вы сделали Михайлову То здесь Да Это была хорошая гостинка Это уже знаете Это уже мечта Просто любой актрисы Иметь такое помещение Где Здесь же переделки Надеюсь Масса гостей Знакомых людей Которые годами вместе живут Ходят друг к другу в гости Дорогая Зоя Николаевна Я хочу поздравить вас С наступающим 8 марта В вашем лице Поздравить всех женщин нашей страны С весенним Замечательным праздником Пожелать вам счастья Здоровья Удачи Успехов Всего самого-самого Наилучшего С праздником вас Да, это хорошие параметры И есть возможность Сделать Окна огромные В сад Да, да Это будет Но надо только все смотреть Про отопление Про все на свете Вы мне только выскажите Пожалуйста Свои пожелания По этой гостиной Вот какого она должна быть Стиля Что бы вы хотели в ней видеть Мне кажется Что есть возможность Здесь позволить себе Такое смешение стилей Знаете, такой кич С каким-то Хорошим тоном Да Какой-то красный цвет С какой-то белой мебель Я вот Завтра здесь Разберусь И Приходите Послезавтра Нет Лучше завтра Зоня Николаевна Задачу я поняла Мы будем думать И рассматривать Все технические варианты Как преобразовать Гараж в гостиную Опыт уже есть Но вообще Обычно мы стараемся Исходить от Индивидуальности Психологии героя Да, это я поняла По передачам Которые я вижу Да, это Правильный подход Абсолютно Замечательный Поэтому хотелось бы понять Как вот вы живете Ну я вас приглашаю К себе У меня вот Здесь вместе Как совпало Здесь Переделкино А там Патриаршие пруды На Малой Бронной Тоже место Легендарное Да Такой очень интересный дом И поэтому я бы очень хотела Чтобы вы посмотрели И вам будет проще работать И мне приятно Вас видеть У тебя в гостях Очень Спасибо А ну поскольку я помню Что это гостиная Не только для Зои Николаевны А прежде всего Для нее И ее Мальчиков Да, да, да То вероятно Мне обязательно нужно Посадить ваш интерьер Чтобы в духе кабачка 13 стульев сказать Как понятен Чтобы мы так Не делали А сделали по-другому Мы начинаем ремонт Для народной артистки России Зои Зелинской Выносим вещи Это загородный дом В Переделкине Сейчас это Новая Москва Писательский поселок Возник здесь В 1934 году По инициативе Максима Горького В Переделкине Жили Пастернак Бабель Ильфа Петров А после войны Симонов Вознесенский Акуджава И многие другие Деятели культуры В общем Мы хотим делать ремонт В таком месте Большая ответственность Да и сроки поджимают Мы хотим успеть К 8 марта Чтобы Зоя Николаевна Отпраздновала его В новой гостиной Дорогие женщины От всей души Я вас поздравляю С 8 мартом Плачьте Только от большой любви И от большого счастья Всегда Не без глушеннего трепета Приступаем мы с Марией К работе над проектом Для Зои Николаевны Зелинской И вот этой прекрасной Женщине Нужно из гаража Сделать гостиную Ну давай Рассказывай Что ты придумала Я решила Так как помещение Это все-таки Бывший гараж То стало понятно Что стилистика Лофт Нам очень подойдет Помещение В принципе Имеет практически Форму идеального квадрата Но есть один нюанс Здесь есть котельная Которая вот таким образом Углом отделена И еще такая маленькая Дверь в нее ведет И еще ведет в нее дверь Для того чтобы Снивелировать Вот данный угол котельной Можно эту стену Отделать зеркалом В которое будет В то же самое время Отражаться окно Придавать нам А. Пространство И Б. Светодополнительный Да Плюс вместо окон Сейчас в данный момент Там гаражные ворота Мы их будем Демонтировать И делать окна в пол Конечно Это логично Основным акцентом Будет настенное покрытие Это фиброволокно Надо сказать Что это абсолютно Эминационный материал Он был создан Итальянскими нашими коллегами После землетрясения 12-го года В регионе Эмилия Румания И этот материал Армирует стены Что это? Вот такая прекрасная цапля Это рисунок Прекрасной художницы Карен Кнор Которая провела в Индии Достаточное количество времени Создала вот подобный декор По мотивам Дискова Эпоса Давай начинать делать И будем дальше обсуждать Уже технические сложности Если они будут С чем мы столкнемся А с точки зрения эстетики Мне все нравится Мы начинаем демонтаж Прежде всего Снимаем старую плитку Вообще Переделывать гараж Не просто Но с такой задачей Мы уже сталкивались В доме Александра Михайлова Правда там была проблема Низкие потолки Здесь высота 3,30 Тлощадь гаража 35 метров Он квадратный Внутри есть лестница Которая чем-то напоминает Ту знаменитую Из кабачка 13 стульев Так что пространство Для творчества есть Пока я до черновой работы Наташа Борьбье Отправляется В путешествие Идеальный ремонт В Китае За моей спиной Самая высокая в мире Буддистская статуя Богини Милосердия Это остров Хайнань Статуя стоит На насыпном островке В море В том самом море Где добывают Жемчуг и перламутр Давайте посмотрим Что китайские мастера Могут делать С жемчугом и перламутром Китай мировой лидер По производству жемчуга В этой сфере занято Более 400 тысяч китайцев Жемчужная столица Страны Хайнань Вадмэн Говорят, что жемчуг Южно-Китайского моря Самый красивый Его давно добывают? Да Уже больше 4 тысяч лет Но еще мы были Одними из первых Кто научился выращивать жемчуг Это произошло 2 тысячи лет назад Как его добывают сейчас? Или его выращивают? В основном выращивают На специальных фермах Растут раковины Потом внутрь каждой раковины Помещают песчинку Вокруг нее образуется жемчужина На это уходит от 4 до 10 лет Пан Мэн, а покажите мне, пожалуйста, Путь от раковины До уже готового изделия Хорошо Наш завод Находится прямо здесь Давайте посмотрим Еще в недавнем прошлом Продукция китайских жемчужных ферм Направлялась на заводы В Гонконг и Японию Но китайцы поставили цель Самостоятельно освоить качественную обработку Чтобы поручать ее местным фирмам Этой цели они добились Это раковины с наших ферм В Южно-Китайском море Возможно, внутри есть жемчужины Раковину открыть трудно Требуется специальный нож Взгляните, есть Это морская жемчужина Ой, это же надо разглядеть Смотрите Вот она внутри, в мякоти Чтобы вырастить жемчужину До таких размеров Нужно 5 лет Маленькая какая-то Маленькая, совсем небольшая Она маленькая Но чтобы она выросла Понадобилось целых 5 лет Поэтому жемчуг такой дорогой Ну что, понесли драгоценную жемчужину Здесь жемчужины сортируют По цвету, размеру и сиянию Внутренняя перламутровая часть раковины Тоже используется Китайцы считают, что перламутр Приносит удачу А сами жемчужины Дарят здоровье своему владельцу Специально для героя Программа идеальный ремонт Далее в идеальном ремонте Комната Рассказывает об этой квартире Практически все Я когда увидела этот дом Я влюбилась в него сразу Какая квартира Все скрипит Сегодня мы делаем ремонт На даче Зои Зелинской Зоя Николаевна попросила нас Переделать гараж Он давно превратился В склад ненужных вещей А дома не хватает Просторной гостиной Мы решили, что вместо ворот Появятся панорамные окна А стены украсит Инновационный материал Демонтаж завершен Начинаем готовить стены Кирпич мы покрасим Но для панно стену нужно Обшить гипсокартоном Чтобы ровно выставить направляющие Мы должны убрать Все выпирающие части кирпичей Для отопления гостиной С панорамными окнами Лучше всего подходят Конвекторы Которые встраиваются в пол А еще все нужно Хорошо утеплить Для этого на полу Будет создан целый пирог В качестве его основания Мы взяли пенополистирол Сверху сухая стяжка Но каким будет финишное покрытие? Чтобы ответить на этот вопрос Отправляемся в архитектурное бюро Маша, поскольку ты пришла не одна Я так понимаю, что с гаражом Зои Зелинской Есть проблемы технические, да? Да, ну скажем так, особенности Так как это все-таки гараж Он стоит без цоколя Прямо на земле Соответственно, у нас есть Определенные опасения По поводу теплопроводности пола Да, когда Маша обратилась В нашу компанию Мы сразу же соответствующим образом Подобрали материал Который идеально, на мой взгляд Спишется в данный проект Потому что он именно имитирует Бетонную плиту Грубую, ее фактуру Производитель этого керамогранита Известная испанская фабрика Которая специализируется Именно на керамогранитах Высокого качества Что характеризует керамогранит? Это его повышенная износостойкость Его прочность Морозостойкость И невосприимчивость К различного рода химикатам А это ваша такая цветовая палитра Вот по этой плитке? И почему именно вот эта? И толщина чем характер? Хотелось бы сказать Несколько слов Именно об этой коллекции Называется она Регенерация То есть перерождение Корнями эта коллекция Уходит вот как раз В середину прошлого столетия В 50-60-е годы Это именно имитация Бетонных плит Которые использовались В английских доках Как раз в середине прошлого века И как мы видим Здесь представлена коллекция Тремя цветами Мы соответственно выбираем Серый нейтральный цвет Поверхности натурала Это матовое поверхность Благодаря вкусу Которому я всегда доверял Моей бывшей жены Зои Николаевны Филинской Она фактически Продолжение следует... Сделать мой муж Режиссер этой передачи Hello Dolly В исполнении известного квартета В составе Данута, Рин, Богдана Чижевского Терезы и Ладыка Hello Dolly Hello Оказалось, что это был Польский журнал Который назывался Шпильки Они, поляки Люди ядовитые С прекрасным юмором Поскольку я человек поющий И вот Георгий Васильевич Зелинский Это знал Он говорит Сцены для тебя нет Ты будешь певицей Я была вначале певицей Потом у меня появился Жених Молодой актер был такой У нас А потом редактура Заинтересовалась этим И телевидение Целиком тоже И стали брать Эти журналы Польские Чешские Венгерские ГДРовские Тогда была Югославия И оттуда все эти миниатюры И оттуда пришли Все эти имена Ну Я выбрала Польский Конечно Терезу Олю Монику Ну а потом уже Там пан Пузик Там Пан Профессор И вот началось Все это дело Которое невозможно Было потом остановить То есть Никто не снимался В кино Никто Потому что был Кабачок И все Режиссеру Работать Мне трудно будет Если Он не влюблен В актера Я тебе покажу Кто здесь Настоящий мужчина Убиваю Ну вот хорошо А после Кабачка Продолжилась ваша театральная карьера Неужели вы сейчас Еще продолжаете работать на сцене? Нет Ну естественно На сцене работать Это одно удовольствие Конечно Работаете? Ну конечно Какая ваша Вот сейчас Последняя Что вы играли Последняя Последняя Это спектакль Посвященный 90-летию театра Нам все еще смешно Который рассказывает О истории театра Там такой Очень трогательный момент Когда идет Перечень Корифеев Актеров Которые создали Этот театр Вот И Там у нас стихи были Наташа Защипина Ее говорят Что очень хорошо Все было Я заслуженная артистка Я принадлежу народу Ну и тебе же тоже Часть народа Так ты имеешь Свою часть Кстати Вот эта книга лежит Где напечатали Сейчас главы Это очень хороший журнал Редактор попросил И сказал Можно ли напечатать Это вот главы Из книги Самое-самое начало Мое детство Родители Все Как оно начиналось Первая цитата Из поэта Иосифа Бродского Да Человек родившийся Между культурой И жизнью нации Это про меня И про все мое поколение Да Значит Вы продолжаете писать Свои воспоминания Уже судя по первой фразе И потому что вы цитируете Я понимаю Что это будет Не просто интересно Это будет еще очень умно Инфлектуально Ну будем надеяться Ту-ту-ту Как говорят А мы продолжаем И я надеюсь В скором времени Заканчиваем Ваш ремонт И увидим результат Ой как это интересно Как это интересно Как я хочу это увидеть Вы себе не представляете Осталось подождать Совсем чуть-чуть Я хочу пожелать Нашим дорогим женщинам Конечно любви Потому что любовь Это основа И я хочу пожелать вам Слез Много слез Но слез радости Мы продолжаем ремонт Раньше в этой части гаража Прямо на стенах Были закреплены Электрические провода Мы решили спрятать их Установив Противопожарные люки Выполнены из алюминиевого профиля И влагостойкого гипсокартона Но прежде Наш электрик Собрал щитки Теперь все будет Безопасно И красиво Модель люстры Называется Диаманты В переводе с итальянского Бриллиант Она имеет форму узла Связанного из ленты Которая выполнена Из хрустальных страз Городская квартира Зои Зелинской Находится на Патриарших прудах Недалеко от театра Сатиры И мы попросили Зое Николаевну Провести для нас Экскурсию По любимому театру Играть в нем Она начала в 54-м году Правда, когда театр Находился на Малой Бронной В 50-е годы Восходила звезда Режиссера Валентина Плучика Его спектакли Буквально потрясли Москву Прежде всего Это, конечно, были Пьесы Маяковского Это был такой удар Где эти бюрократы Мещанство Было высмоено совершенно Очень лихо И с, конечно, ролями Великолепными И актерскими Прекрасными работами Потом был клоп Но это было еще того Пуще Еще мощнее Все началось С газетчицей Где я говорила Кормление экспонатов Незабываемая картина Берите дозы Алкоголь и никотина Потом я сыграла Посаженную мать А потом уж Я играла Райзану Павлову В очередной постановке Это был НЭП Там были продавцы на сцене Сколько стоит эта килька? Эта осетрина, мадам Стоит 2,60 2,60? За этого шпрота Переростка? 2,60, мадам За этого кандидата Высетрины Я помню, что последняя премьера На Малой Брунной Это был спектакль Дом, где разбиваются сердца Психологическая, сложная пьеса Где есть все Есть любовь Есть высокая нравственность Есть разговор о войне Есть прекрасные роли И он угадал Это был последний удар Мощный После чего уже сомнения У нашего руководства города Не осталось Театр любимый Труппы, блестящие совершенно Имена, конечно, незабываемые Старые сатиры Это Хенкин Это Поль Это Курихин Лвестник Папанов Потом молодые актеры Пришедшие уже позже И Миронов И Александр Белябский Все это было совершенно блестяще Поэтому ощущать себя Человеком, который Повыстро сделал что-то Работал много И было интересно И это было счастье Знаете, как говорят Надо построить дом Посадить дерево И родить сына Ну вот я вроде Все это сделала Я благодарен Своей судьбе Благодарен вам За то, что вы мне Предоставили Такую возможность Общаться с вами Находиться с вами В одних стенах Нашего прославленного Московского Академического театра Сатиры Такое обаяние Ваше Меня просто восхищает Вы настоящий мастер Вы настоящая Большая актриса Ремонт выходит На финишную прямую Стены в этой части Гостиной будут покрыты Особым материалом На основе фиброволокна Фиброволокно Давно используют Для армирования Но в качестве Декоративного покрытия Его стали применять Только несколько лет назад Материал благостойкий Огнеупорный Он не боится царапин Или других повреждений На обоих Работа замечательного Немецкого фотографа Карен Кнор Из серии Песни Индии Выступ котельной Мы решили оформить Зеркалами Их центральная часть С фацетом Таким образом Создается удивительный эффект Зеркало в зеркале Появится в этой гостиной Еще одна интересная деталь Ее мы решили сделать сами Следуя стилистике Фильма Дольче Литта Который вдохновил меня На данный проект Я решила декорировать комод С помощью материала Который заработали Наши итальянские друзья После землетрясения В регионе Эмиля Романия Несколько лет назад Материал Создан по технологии Кью Декор С фиброволокна И обладает Огнеупорными Влагостойкими Антивандальными Свойствами И абсолютно Экологически чистой Сначала мы наносим Гурнтовку И даем ей высохнуть В течение полчаса Далее мы наносим Первый слой клея И также даем им высохнуть В течение полчаса На высохший слой клея Мы укладываем наш материал И затем мы снова Покрываем наш материал Тонким слоем клея Даем высохнуть В течение полутора часов И затем тонким слоем Наносим специальное Защитное покрытие Я уверена Что этот комод Идеально впишется В наш интерьер А готовый вариант Вы увидите совсем скоро Дизайнера вдохновил Черно-белый фильм Федерико Феллини Дольче Вита О светской жизни Рима В 50-е годы Окном в сладкую жизнь Можно было назвать И наш кабачок 13 стульев Кстати, тоже черно-белый Именно потому Для гостиной Выбран такой Графичный дизайн Конечно, создание Итальянского палаца В бывшем гараже Несет элемент иронии Поэтому стиль Дольче Вита Соседствует здесь С приметами лофта Для покраски Колонны из полиуретана И кирпичных стен Мы выбрали цвет Вереск При разном освещении Он меняет оттенки От серого До слегка лилового А Зоя Зелинская Решила показать нам Святая святых Своей театральной жизни Да, гримерная комната Гримерка актерская Это самое укромное место Где можно готовиться К спектаклю Где можно хранить Свои вещи Какие-то дорогие В плане там Афишек Как воспоминания Фотографии Какие-то дорогие Старые афиши В спектакле Домоклых меч Который был, конечно Для театра Очень важным Событием Вот Валютин Николаевич Плучик Художный руководитель Театра Который Создал этот театр Можно сказать Заново Потому что Это был Милый театр Милый Но он не был Такой значимый Не был такой Клёский Не был такой Мощный Он не был Такой сатирический Театр Потому что Театр сатира Это трудное дело Это надо Этот корабль Уметь вести Вынести Все эти битвы За спектакли Которые снимали На несколько лет Не давали Самоубийцу Снимали Это было Все трудно Ну вот Он выдержал Выстоял И мы с ним Рядом были Все конечно Дружные Группы Ах вы шкура Вы эдакая Извиняюсь За выражение Это как же такое Помилуйте Александру Петровичу Вы зачем Это Александру Петровичу Набиваетесь Мы здесь Лежим В глубоком Трауре Беседуем О покойнице А вы дверь В это время Хотите Выламывать Дорогие женщины Поздравляю вас С самым Светлым Самым добрым И с самым Наверное Главным праздником В вашей жизни С праздником 8 марта Я надеюсь Что все мужчины Будут в этот день Самые ласковые Самые добрые Самые отзывчивые Счастья вам Любви и здоровья Ремонт в доме Зои Зелинской Завершается Мы обновили Перила лестницы Поручни покрашены В антрацитовый цвет Так же как Высокие Напольные плинтусы И потолочные карнизы Шторы В комнате Будут двух видов Римские шторы Мы вешаем Очень высоко Это позволит Создать иллюзию Окон в потолок Цвет ткани Называется Лимонный сорбет Лестницу И технический шкаф Отделяем Портьерами Такого же цвета Они придадут Комнате уют Комод мы Оформили с помощью Фиброволокна Кресла Хозяйские Мы обили Их бархатом Цвета Не отбеленного Шелка Экрю И бирюзы Торшер Минималистичный Графитового цвета Он создает Камерную атмосферу Ковер Шелк с вискозой По стилю Восточный Так мы поддержали Индийскую тему Настенного панно Еще несколько Интересных аксессуаров А также подушки Цвета бирюзы И малиновых леденцов Столик Из металла И стекла Его нижнюю полку Дизайнер Оформила Фиброволокном Также для поддержки Панно Жемчужный медведь Подарок из Китая Далее В идеальном ремонте Заходите Пожалуйста Мы преобразовали Абсолютно негодяще Для жизни пространство Я приехала не одна У нас сейчас будет Еще гость Сегодня мы делаем ремонт Для Зои Зелинской Она мечтает Чтобы ее гараж На даче Превратился В модную гостиную Дизайнер Разработала проект В котором объединила Стиль лофт И напоминание о фильме Федерико Феллини Сладкая жизнь А Зоя Николаевна Провела для нас Экскурсию По театру сатиры Мы заканчиваем Оформление гостиной Ставим два дивана Лаконичной формы Обитые бархатом И крюл На них кладем Малиновые подушки Леденцы Напоминание о сладкой жизни Ковер из шелка И вискозы Он перекликается С панно на стене Возле диванов Дизайнерский биокамин Модель называется Бабл В переводе с английского Пузырь Живое пламя В сочетании со стеклянным цилиндром И необычной формой камина Сразу привлекает внимание Топка с керамическими волокнами Объем горелки Полтора литра Этого хватает на 4 часа Афиши из коллекции Зоя Зелинской Винтажные В этом проекте Дизайнер вдохновлялась Черно-белыми фильмами 60-х А также Кабачком 13 стульев Но конечно Главной музой Стала Хозяйка дома Это очень красивая женщина С великолепным чувством юмора И огромным жизнелюбием Она была иконой стиля В 50-е и 60-е Она остается образцом Для подорожания И в наше время Ремонт завершен Чудо какое-то Что же там такое Дальше-то будет У нее фигурка Как цифра 8 Такая Строенная Красивая Зоенька Ты достойна Очень хороший передел Толщина этой плитки Будет 11 миллиметров И еще Что немаловажно Будет крупный формат В данном случае Мы будем использовать Формат 90-90 сантиметров Ой То есть это будут Совсем большие Большие плиты Это хорошо И кстати Дорогие телезрители Вот это ведь Очень интересная тема Если у вас есть гаражи Которые вам не нужны А это бывает в жизни Мы не первый раз С этим сталкиваемся Зайдите на сайт Аремонт.тв И посмотрите Какой опыт уже имеем мы С переделыванием гаражей В жилые помещения И может быть Вы найдете Что-то для себя интересное Дорогие наши женщины Девушки Поздравляем вас 8 марта Желаем, чтобы вы всегда Были красивыми Обаятельными Мы вас очень любим Мы продолжаем работы Стену зашиваем Гипсокартоном Но вначале Нам пришлось ее Отшлифовать Чтобы убрать Все неровности Затем мы установили Направляющие Наконец Монтируем листы Влагостойкого гипсокартона Шпаклюем неровности И швы Делаем стяжку Из наливной смеси Теперь кладем Экструдированный Пенополистирол Поверхность которого Покрыта фольгой Это идеальное основание Для водяного Теплого пола Дело в том Что материал Это очень прочный И повреждение Труп исключается На листах Уже есть разметка И желатки для труб Так как мы Переделываем гараж В гостиную И при этом Мы не должны Использовать радиатор Мы решили Организовать Систему отопления Посредством водяного Теплого пола Водяной теплый пол Является полноценной Системой отопления При этом Обладает рядом Ощутимых преимуществ То есть нет Загромождения Стен оконных пространств Радиаторами При этом вы получаете Совершенно комфортное Полноценное тепло По всей площади Помещения И при этом Еще экономите От 40 до 45% В энергоресурсах Установка Теплого пола В данном помещении Происходит В нескольких этапов На первом этапе В соответствии С чертежами Мы осуществляем Укладку Листового Экструдированного Полистирола С фольгированной Поверхностью Для равномерного Распределения Тепла Мы сверху Системы водяного Теплого пола Укладываем Листы ЦСП Они будут являться Основанием Для укладки плитки Здесь мы использовали Легкую настильную Систему Местостандартной Которая предусматривает 10-12 см Бетонного основания Что позволило нам Сохранить высоту потолков Поверх системы Водяного теплого пола Мы кладем Плиты ЦСП Этот материал Делают из стружки Цемента И химических добавок Которые нейтрализуют Воздействие Экстрактов Древесины На цемент Материал Может использоваться Даже для обшивки фасад И наконец Финишное покрытие Керамогранит Его дизайн Повторяет полы В старинных Английских доках Вообще Автор проекта Предложила Некоторые элементы Стиве Лофт Ведь это бывший гараж Ну а Наташа Барби Тем временем Приехала в гости К Зое Николаевне В ее городскую квартиру На патриарших трудах Ну что Какая у вас Заденькая Интересная квартира Практически От входной двери От прихожей И сразу появляется Кухня Без стенки Наташенька Ну что здесь было Если бы вы знали На кухне была дверь В туалете была дверь Каморка была С каменной стеной И что самое невероятное Что из ванной Сла труба Железная Замотанная проволокой Которая выходила На лестницу Потому что здесь стояла Плита Чугунная Которая топилась Дровами Дровами Это дом 20-х годов Почему вы так стремились Именно сюда В этот дом Вы понимаете Здесь Я вот случайно узнала Об этом Потому что педагог По пению Который преподавал У нас в театре Она жила В этом доме В соседнем подъезде И я ходила К ней на уроки Не только я Все другие И я когда увидела Этот дом Я влюбилась В него сразу Говори Это точно доходный дом 19-го века Да Но самое примечательное В этом доме Что здесь жил Смирнов Сокольский Знаменитый человек У которого библиотека Невероятная совершенно Она сейчас в Ленинке Со всем интерьером С этими люстрами Екатеринскими А это была квартира Какого-то дипломата По фамилии Рощин Значит Они строили это все На свои деньги Причем платили Государство золотом Это был 20-й год Страна была нищая Золота не было Они все возили Из Германии Трубы какие-то Металлические Сейчас когда люди Сделали какие-то ремонты Говорят Откуда у вас Такой стояк Я слышала Что из Германии Слушайте Какая квартира Все скрипит Вообще Это просто Прелесть Как кино Я певица в прошлом Вы наверное Ничего не слышали Никогда О Примадонне Музыкального театра Ольге Метипаж Сейчас бы сказали Звезда Зоня Николаевна Я конечно восхищаюсь Вашим темпераментом Спасибо Я абсолютно уверена Что вы не можете Сидеть без дела Наверняка Сейчас чем-то Интересным занимается Наташенька Безусловно Конечно Это Расскажите Это правда Обязательно Но давайте Может быть Мне соседи Когда узнали Что вы придете И они сразу Напекли пировок Поэтому я прошу Это от дома Очень хочу Поздравляю всех женщин С этим великолепным Праздником 8 марта Желаю вам здоровья Счастья И самое главное Радости В нашей жизни А ремонт На даче Зоя Зелинской Продолжается Вместо гаражных ворот Здесь появятся Панорамные окна И стеклянные двери В сад Мы выбрали Двухкамерные стеклопакеты С поворотно-откидным механизмом Балконные двери Выполнены из немецкого профиля Они ламинированы В глубокий бархатный Темно-коричневый цвет С эффектом Натурального дерева Двери полностью стеклянные Это расширяет пространство И пропускает в дом Много солнечного света Снаружи стекла покрыты Антивандальной пленкой Это прекрасная Современная альтернатива Решеткам Такие пленки Спокойно выдерживают Удар молотком Или железной арматурой И что очень важно В отличие от решеток Не мешают покинуть дом В случае пожара Далее в идеальном ремонте Алексей Николаевич Лучик Создал этот театр Можно сказать заново Ну естественно На сцене работает Одно удовольствие Сколько стоит эта килька? Вот у вас как будто Жизнь делится на два этапа Успешная Замечательная Театральная актриса А потом появляется Кабачок 13 стульев И так Раз И просто И всесоюзная слава Которая все-таки Шире немного Чем театральная Потому что это телевизор А как вообще Получилось Как вас туда выбрали? Ну это мы все С моим мужем Зачинили Из редактуры Которая была очень хорошая С вашим первым мужем Который Режиссер Чью фамилию я ношу Вот он был заведующим труппой В нашем театре И весь материал Который приходил в театр Все стекалось В эту режиссерскую Украину